Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет обзор покупок с китайского сайта aliexpress.com И первое, с чего бы хотелось начать, это, конечно же, покупки одежды. Наконец-то мне дошли теплые вещи. И это вот такой вот свитерок двухцветный с красивым плетением. На сайте представлено большое количество расцветок, но мне понравился именно этот. Сверху молочный цвет и снизу более такой морковный. Заметила, что в свитерках с aliexpress нет никаких бирок, а также информации о составе ткани. На сайте написано, что это, конечно же, шерсть. Но на ощупь это похоже больше на хлопковые нити с дополнением к шерсти, потому что все-таки он немножко покалывает, что очень характерно именно для шерстяных вещей. Как только он ко мне пришел, у него был жуткий запах. Я так поняла, что все вещи и одежда заказанного с aliexpress зачастую пахнет именно одним запахом. Это запах как будто смазочных материалов, то ли отходов нефтепродуктов. В общем, не самый приятный. И перед тем, как примерять каждую из вещей, я обязательно ее стираю. И вы не поверите, с них стекает не то чтобы серо, а именно черная вода. Давайте поговорим быстренько о фасоне. Мне не понравилась здесь горловина. Она слишком широкая, воротничок сзади слишком топырчатый и выглядит как будто с чужого плеча. Очень странная ширина у этого свитера. Он абсолютно неприталенный. И такое чувство, что наоборот, к низу расширяется. На моей фигуре это выглядит довольно странновато. И, конечно же, странная длина рукава. Она не для четверти, она не длинная. В общем и целом, мне понравилось красивое плетение. Мне понравились цвета. Мне абсолютно не понравился фасон и то, как он сидит на фигуре. Очень странная горловина. За счет расширения к низу придает лишних килограмм. И следующий свитеров пришел мне буквально пару дней назад. Он красивого лавандового цвета с интересной фактурой вязки. Как видите, у него довольно открытая горловина. Чуть длиннее сделаны рукава. Они присобраны, так же само, как вниз. Мне кажется, в составе есть тоже немножко шерсти. Потому что свитер не трещит и на ощупь довольно мягкий. Что не понравилось, так это качество исполнения. Если заглянуть внутрь, вы видите, сколько ужасных ниток торчит. Внизу свитера торчат нитки. На внешней стороне торчат нитки. В общем-то, это все нужно приводить в порядок. Здесь мне фасон понравился намного больше. Здесь более понятный рукав, скажем так. Здесь более понятная длина. Мне в этом свитерке больше всего понравился фасон горловины. Очень красивый, такой женственный, необычный. На сайте огромное количество красивых и просто неимоверно сочных цветов. Честно сказать, я очень долго решалась именно на этот. Ну, я абсолютно довольна этим выбором. Дальше заказала то, что довольно давно хотела. Это вот такой вот органайзер для нижнего белья и носков. Таким вот красивым розовым цветочным принтом. На Алиэкспрессе таких разделителей просто огромное количество разных размеров и разных цветов. Стоит недорого, но и выглядит точно так же. Странная конструкция, которая мнется. Помните, когда вы покупаете новую пару обуви, вам ее заворачивают в такой специальный мешочек. И потом уже кладут в коробку. Так вот, ткань органайзера точь-в-точь такая же, как у мешочка для обуви. Прошито очень хлипенько, все сделано как-то очень странно. Только два картонных ребра по бокам, то есть он с легкостью сгибается и не имеет какой-то постоянной формы. В общем-то, для хранения нижнего белья вполне подойдет. Но я, конечно же, заказала еще одну такую коробочку, потому что лично у меня сюда мало что вмещается. Мне кажется, такой разделитель будет идеальный для комодов, а также раздвижных шухляд. Дальше будут довольно странные покупки и такое чувство, что они сделаны абсолютно несознательно. Первое является вот такой вот коврик для мышки с подушечкой для запястья. На сайте стоил пару центов и опять же есть в разных расцветках. Я тот человек, который любит сидеть за компьютером в постели. Часто я редактирую видео, поэтому мне нужно было что-нибудь, где я могу разместить свою мышку, потому что, соответственно, по постели это все очень плохо ездит. Очень маленький размер, на нее помещается максимум только одна мышка и моя рука. И каких-то движений вправо, влево или вперед абсолютно не предусмотрено, потому что здесь заканчивается уже коврик. Абсолютно бесполезная покупка просто валяется у меня. Следующее это вот такие вот мордочки панды. Это освежитель воздуха для автомобиля. Я покупала его в подарок для своего папы. Мордочка мишки открывается и внутрь вставляется таблетка с освежителем. На сайте есть большое количество выбора цвета мишек, а также ароматов освежителя. У него забавно двигаются глазки при движении. Запах довольно приятный, но держится недолго. Вот такая вот мордашка цепляется на воздуходувку в автомобиле. И когда включается печка, раздается интересный аромат. Еще одна странная покупка это вот такой вот набор бабочек. Они попадаются мне на сайте Алиэкспресс довольно часто в разделе рекомендованных. И, конечно же, я не удержалась, покупила и только потом подумала, зачем они мне вообще нужны. В общем, здесь их целый набор. Они в основном или одного цвета, или можете выбрать разноцветные. Они разного размера. И в комплекте также идут подушечки двухстороннего скотча. Мне понравилось, как они вылетят на фотографии на сайте. Они так красиво размещены. И я подумала, что было бы интересно красить такими бабочками, например, в холодильник. Выполнены они из плотного клеенчатого материала. И в основе идет пластиковое туловище. Внутри каждой бабочки маленький магнитик. И самая последняя покупка, которая мне пришла. Я оставила специально ее на конец, потому что долго думала, показывать вам ее или нет. И она у меня еще не распакованная, даже упаковка пришла. Вещь такого очень личностного характера, но я думаю, вы меня поймете. В общем, заказала я себе такой согласнительный шелковый халатик. У него интересные рукава с кружевом. И кажется, что ткань абсолютно прозрачная, но в принципе ничего не просвечивается. Боротничок сделан из более плотной ткани, сложенной вдвое. Сам халат очень тонкий, практически невесомый. В комплекте к нему шел вот такой вот ремешок, который довольно неаккуратно прошит. У него очень странная длина. Он очень короткий. И особо красиво бантика, как на фотографии, не получится. Я думаю, сейчас я быстренько отмечу, что в комплекте еще и шли вот такие вот стринги под цвет. И так как я стринги не люблю, это не исключение. В общем и целом, мне очень понравился цвет. Он шикарно просто смотрится. Он не такой красновато-бордовый, как занавески в театре. Он не придает возраст. Он выглядит довольно богато и красиво. Конечно же, это не шелк, а синтетика. Но и цена у него абсолютно копеечная. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok